Здравствуйте, товарищи. Мы выпьем. Да, я чай, а он какой-то дерьмо. Я тоже какой-то, то есть почему? Никакое это, ну конкретное. Называется кофе с имбирным сиропом. Ужас какой-то. Почему ужин? Ну да, должно быть разнообразно. Мы, собственно говоря, продолжаем наши записи. Да. Сегодня у нас какая-то особенная тема по заявкам. Да, по заявкам. Нет, и в прошлый раз тоже было. Тоже по заявкам. Продолжаем писать по заявкам. У нас сегодня тема страшная. Просто страшнее, чем в прошлый раз. Да. Тема называется вампиризм. Вампиризм во всех его видах. Во всех его видах, формах. Что это такое? Для чего он нужен? Как с ним бороться? И как его использовать в итоге? Опять же, как и в теме о стрессе, хочу сказать, что раскрыть эту тему невозможно. К этому стремиться мы не будем. А опять же, как и в прошлый раз, подчеркнем самые главные, основные отличительные черты. Да, потому что вчера столкнулся с чем? Я когда давал мне большой анонс, люди сразу же проецировали, что с ними будем говорить о вампирах, что это что-то связано со сказками, с грехом. Ну конечно. Я хотел сказать, что мы вас просто удивили. Многих. Многих удивили. И Дракулу удивим. Выпьем из него всю кровь и закусим. Нет, это тоже. Хорошо, пусть это будет кровь Дракулы. Да. За Дракулизм. Да, да, да. Компай. Компай. В виде таки прямого питья крови. А для чего, почему? Объясню. В мире животных это делают, скажем, летучие мыши. С целью еды? Ну естественно. Они просто и питаются. Они питаются кровью, да. Как продуктом, как там курочки-предернышки. Да, они питаются кровью как концентратом питательных веществ. В этом смысле кровь очень удобный продукт. Значит, летучие мыши, пиявки и очень много кровососущих насекомых. Вот, собственно, все, что происходит с кровососанием в мире животных. Теперь интересно, существует ли физический вампиризм в мире людей? Да, существует. Но так как это представлено у Борема Стокера, там, собственно говоря, у других современных кучи авторов. Ну да, ну да. Откуда вообще взялось понятие вампиризма в мире людей? Понятие вампиризма в мире людей взялось как отголосок каннибализма. Как все, что осталось от тех наших далеких предков, которые пили кровь как мертвых врагов, так и живых. Ну погоди, но это в основном не свойственно было Евразии, будем так говорить. А тут в основном у нас все эти легенды, если мы говорим о легенде, они пошли в основном из Венгрии и оттуда. Значит, Евразия это было свойственно, если иметь в виду племена древних германцев. Евразия это было свойственно, если иметь в виду очень короткий период в жизни очень немногих славянских племен. Евразия это было свойственно, если иметь в виду ранний период развития викингов. Но в основном, конечно, это свойственно не Евразии. В основном это свойственно африканскому континенту. Полинезия, Микронезия И что особенно важно Южная Америка Времен цивилизации Майя, Инков И так далее Там жрецы пили даже кровь еще живых врагов Буквально из живого человека Бралась кровь И тут же выпивалась И человек, из которого бралась кровь Он видел, замирая от ужаса Как жрец пьет его кровь Эти вещи описаны Легенду о Куке Там нужно было съесть какой-то орган Своего врага, чтобы стать сильнее, быстрее Совершенно верно Поэтому вот такой период каннибализма В истории человечества Он оставил о себе память В виде рассказов о вампиризме Имеет ли место вампиризм В современном мире Да, имеет Но если не говорить о каких-то диких Оставшихся маленьких племенах О которых мы мало что знаем Значит, вампиризм в современном мире носит болезненный характер И связан он с тем, что встречаются группы больных С нарушением парферинового обмена Это, по счастью, чрезвычайно редкая патология И связана она с тем, что человек ест самого себя Как правило, эти люди Эти дети, родившиеся Они очень больные Они страдают глубокими умственными расстройствами И они поедают свои пальцы Да, это ужасный совершенно Так сказать, недуг И тут надо скорее говорить об аутовампиризме Чем о гетеровампиризме А насколько часто встречаются? Очень редко по счастью Тем обусловлено не знает никто Мы пока очень мало знаем о том, что такое хромосомы и гены Мало знаем Очевидно, это какая-то мутация Такие вещи даже неясно передаются ли они по наследству Мы пока не можем сказать ни да, ни нет Такие больные встречаются Но, по счастью, как я сказал, крайне редко Вот все, что можно сказать О физическом бампиризме в мире людей в наши дни Ну, естественно, можно говорить еще о секторах сатанистов Но это бампиризм Это край между физическим и метафизическим И давайте не будем о сатанистах говорить Ну, и каллаху Ну, а как бы тут есть уже такое мнение Что, по крайней мере, это в средние века было Некоторые болезни Вот, некоторые болезни Я не знаю точно, какие лечились Именно тем, что нужно было пить кровь Но не взять на человека какого-то животного Пойдать в сырую печенку и так далее Ну, Андрюш, мы не можем сегодня У нас нет доказательств Во-первых, совершенно ясно Что если в развитии медицины такой период и был А он наверняка был Он не привел к каким-то зримым, закрепившимся результатам Мы не можем сегодня сказать, что употребление Даже в виде лекарств Да, употребление в микрохдозах тканей какого-то животного Или его крови Значит, в медицине используется в качестве лекарственной терапии Но вот именно отсюда ведь многие растут в легенде Предположим, вот хорошо это показано в одном из последних фильмов Там графиня Баттари Вот, открывая графиня Баттари Которая именно легенда была основана на том, что она вампир Потому что у нее была какая-то болезнь из нахарка И ее заставляла пить кровь, конечно, не людей, не девушек Есть сырую печень Вот и о чем я не помню Так это все то же самое Это нарушение парфиринового обмена То есть по каким-то причинам Вот такое заболевание у человека образуется И он действительно в каком-то смысле компенсирует свой недуг тем, что употребляет кровесодержащую ткань Ну, как правило, эта ткань должна быть свежей Я не говорю, что прямо от какого-то живого животного надо брать этот кусок Но это не должно быть ни в коем случае расложившееся мясо Да, это есть, но это крайне редко Ну и как обычно, русская фантазия дорисовала уже все, что превратилось в Дракулу Да, мы же говорим с тобой сейчас о том, что мы можем подтвердить в виде никаких знаний или точных ссылок А тут таких знаний Ну тут действительно, потому что надо перейти скорее всего уже к Дракулам ныне существующим К Дракулам ныне существующих Которые живут рядом с нами, буквально ходят Да Итак, мы оставили номинацию физический вампиризм Потому что сказать им немало, что можно Переходим к огромной номинации метафизического вампиризма Или, как говорят, энергетический вампиризм Пусть энергетический, какой угодно Значит, метафизический вампиризм делится на государственный, групповой и индивидуальный Очень нравится. Да. Значит, в плане государственного вампиризма, тут уже все сказано своим названием, да? Всякое государство, любое, самое раздемократическое и самое супер-мега-либеральное – это вампир. Любое государство, есть аппарат насилия, это аппарат подавления, и всегда в любом государстве найдется группа людей, которую это государство вампирит. Ну, естественно, я имею в виду в переносном смысле, да? То есть высасывает, в кавычках, из этого человека силы, нервы, энергию, деньги, способности, талант, терпение, душу, в общем, все, что угодно, да? Тут уже все ясно. Всякое государство, есть вампир. Теперь групповой вампиризм. Групповой вампиризм отчасти связан с государством, отчасти связан с бизнесом. Скажем, групповым вампиром является армия. Любое военизированное подразделение, любое подразделение, которое осуществляет насильственные функции по отношению к населению – МВД, ФСБ, полиция, армия – вот эти все структуры высасывают, в кавычках, опять же, чувство собственного достоинства, энергию, силы, душу, как из населения, так и из тех, кто в этих подразделениях участвует. То есть ты имеешь в виду, что именно армия как институт, милиция как институт, то есть оно имеет в виду и тех, кто служит в рядах, попадает в ряды доноров, и, соответственно, народ. Безусловно. То есть донорами являются и те, и другие. И те, и другие. Просто сам факт существования, будем так, он является уже вампиром. Безусловно, безусловно. Значит, как я уже сказал, кроме вот таких организаций, которые осуществляют в той или иной степени насилие над населением, групповой вампиризм свойственен бизнесу. Любой офис, любая фирма является вампиром, безусловно. Причем тут так, чем жёстче внутри бизнес-конторы, бизнес-команды налажен внутренний распорядок, тем в большей степени эта контора и эта команда являются вампирами. И, значит, понятно, что, опять же, бизнес сосёт кровь как из тех, на ком он зарабатывает, так и из тех, кто осуществляет бизнес внутри этой команды. Это, опять же, очень роднит бизнес и с армией, и с полицией. Ну, об этом даже снято было куча фильмов, собственно говоря, именно синдром менеджера, знаменит отсюда, радиусы. Совершенно верно. Поэтому вот господа, которые работают в офисах в роли менеджеров, могут подтвердить мои слова, все знают, до какой степени высасывает человека вот эта офисная монотонная работа. Это совершенно ясно. Вышает собственного лица и так далее. Да, да. Ну, естественно, групповой вампиризм осуществляется в детских коллективах. Это совершенно точно. Причём, скажем, в России, в детских домах, как я понимаю, там, где воспитатели, к сожалению, зачастую совершенно безнадзорно издеваются над детьми, да, это самый яркий пример. Опять же, когда в классе образуется какая-то небольшая группа, которая начинает тиранить и терроризировать всех остальных учеников, да. Ну, это вот как раз-то тема школы, то, что мы недавно поднимали. Совершенно верно. Тема школы, если, так сказать, люди помнят. Значит, короче говоря, вот этих вот, значит, примеров группового вампиризма множество в каждом слое общества. Богема, кстати говоря, превосходный пример группового вампиризма – это богема. И тут уж комментировать просто нечего. Теперь перейдем к той проблеме, которая встречается чаще всего – это вампиризм индивидуальный. О чем здесь нужно говорить? Здесь нужно говорить о том, что по каким-то непонятным нам причинам, в силу генетических каких-то причин, еще не поздно, люди рождаются на свет разными. Рождаются люди с повышенным уровнем энергетики и нейропсихической эмоциональной деятельности. Рождаются люди с пониженным уровнем энергетики, с пониженным уровнем нейропсихической деятельности. Есть два фронта. На крайне левом фронте это люди, страдающие шизоидной психопатией. Это люди с крайне низким уровнем эмоционального проявления. С пониженной волей часто встречаются они. Люди с очень скудным эмоциональным фоном. Это люди с пониженной энергетикой. На крайне правом фланге это больные, страдающие шизоидной психопатией. Или так называемые демонстративные личности. Они все, что они говорят и делают, носят характер демонстрации. Они в покое никогда и не бывают. Они всегда внутри работают на повышенных оборотах двигателей внутреннего сгорания. Эти люди представляют собой такой вот отряд людей, которые демонстрируют повышенную энергетику, повышенный нейроэмоциональный фон. Как это происходит все в жизни? На самом деле можно привести в пример так называемый идеальный брак. Когда встречаются два человека. Один с пониженным уровнем, а другой с повышенным уровнем. И вот тут то, что называется вампиризмом, это происходит в качестве лечебной процедуры. Один вампир, другой донор. Когда один из них отдает излишек, а второй добирает то, что ему нужно. И если эти люди любят друг друга, и вообще, когда в любой семье, в любом маленьком коллективе существуют и царят любовные отношения, о вампиризме говорить нельзя. Там можно говорить скорее о целительном энергообмене. Когда тот, кому не хватает, он не забирает, он просто... Делится. Нет, тот, кому не хватает, тот берет, а тот, у кого избыток, он любовно отдает. Причем он даже рад, когда он отдает, а тот, кто берет, он берет с чувством глубокой благодарности. Пусть даже не может это выразить в словах. Это точно так же, когда человек, когда сдает часто кровь, у него периодически он становится профессиональным донором, потому что он уже не может ее не сдавать, и организм вырабатывает больше, чем надо. И он начинает перепирать. Как и тут. Человеку тоже надо иного раз, скажем так, поделиться своей кровью, потому что его начинают распирать. Совершенно верно. Скажем, ярчайший пример вот таких отношений любовных, это пример, когда ребенок прижимается к матери или к отцу. Что в этот момент делает ребенок, когда он, допустим, маленький ребенок, обхватывает ногу папы или мамы, или вцепляется в руку, или обнимает. Да, совершенно верно. Это то же самое грудное вскармливание, только оно чисто в энергетическом плане происходит. Поэтому это даже не вампиризм, как я уже сказал, это нормальный энергообмен. Мы-то речь ведем о другом. Мы ведем речь вот именно об индивидуальном вампиризме, когда в семье существует человек. Не только в семье, это может быть и в офисе, даже просто прохожий в автобусе. Хорошо, хорошо, скажем, в каком-то маленьком замкнутом коллективе, мы же говорим об индивидуальном сейчас, не о групповом. Почему я скажу о семье? Потому что хочется привести пример индивидуального, когда внутри вот этого сообщества нет любовных отношений. Вот это главное условие. Вообще там существует вампиризм, где нет любви. Есть перетягивание на себя, просто будем так говорить. Ну, грубый такой животный эгоцентризм. Мы не надо. Да, грубый животный эгоцентризм. Когда человек не берет в учет, он вообще не берет ничто в учет, кроме личных, собственных интересов. Очень узких, да? Вот тогда, когда нет любви, можно говорить о вампиризме. И этих людей, эти маленькие коллективы видно сразу. Значит, люди, которым не хватает, эти вот вампиры, да? Они ходят вокруг и провоцируют всех на скандал. Самое главное условие – это задеть человека, сделать ему больно, спровоцировать его на вспышку гнева. Выброс энергии. Совершенно верно. Спровоцировать его на вспышку ярости, пробить его защиту, сделать так, чтобы он вступил в конфликт. И в этот момент и начинается вот этот акт насильственной передачи энергии. Я бы сказал, даже не обязательно так, обязательно конфликты. Я просто просто даже по наблюдениям могу выделить другую группу вампиров, которые могут не провоцировать тебя на крик. Они просто будут высасывать энергию разговором своим, скажем так. Они будут постоянно, даже усталого человека, провоцировать на беседу, на что угодно. То есть по-другому будут забирать. Не обязательно это крики. Это, может быть, забираем. Ну, может быть, Андрюш, но вот я с чем сталкиваюсь просто как раз. У меня приходят люди и говорят, что мне делать, а дальше все уже делят, что мне делать с тещей, с женой, с сыном, с дочкой, с соседом, с другом. Он знает мои слабые места, изучил мои слабые места и специально провоцирует меня на драку, на скандал, на крик, на истерику, на конфликт. Что мне делать? То есть люди-то, как правило, сами отмечают, что вот этот выброс энергии происходит именно в период конфликта, а не тогда, когда люди просто беседуют. Возможно, ты и прав. Возможно, что и конфликт не обязателен, но я сталкиваюсь именно с конфликтом, как с обязательным условием. Это просто более частое явление. Я за эту тему наблюдаю очень довольно-таки давно. Все-таки более плотно изучал я в начале 90-х, когда много писал об этом. Но есть действительно другого типа вампиры. Вот они вот беседы, как мы с тобой, они не будут провоцировать, они просто во время беседы будут вытягивать энергию. Мы назовем это занудством определено. Мы займем занудством. По-другому могут забирать. Но занудство разве тебя вот не вызывает? Ты знаешь, как от этого можно устать? От тебя забирается энергетика тоже таким образом. Потому что он тебя тоже провоцирует, а не на крик у тебя провоцирует на беседу. Я понимаю. Вот ты уже не хочешь говорить у тебя провоцирует. Ну ты разве зануда и не скандалишь? В конце концов. Вот раз, он зануда, два, три, четыре. И не обязательно. Как не обязательно все, что связано со скандалом, отдает энергию. По-другому, очень часто, скажем так, то, что называется односторонняя любовь. Один любит, другой позволяет себя любить. И тот, который позволяет себя любить, является при этом вампиром. Заставляет того человека делать то, что ему нравится, высасывая энергию. Очень хороший пример сделан был в господине Оформителя. А, да, я помню. Да, да, да. Вот это очень яркий представитель другого плана вампиризма. Мне трудно принимать с тобой согласиться, я тебе скажу почему. Все-таки, вот мой опыт говорит, что там, где есть любовь, пусть даже с одной стороны, это вампиризмом назвать нельзя. Это что-то другое, понимаешь? Ну, в любом случае, носительный энергиомен, он все равно его сложно назвать добровольно. Может быть, это тонкость. Давай просто рассматривать крайний случай как наиболее яркий, да? Это случай всегда вот конфликта. А это где угодно, не обязательно семья. А в магазине продавец, может быть, вампир. Запросто. Нет, ты скандальный пассажир в автобусе. Запросто. Но я почему говорю об индивидуальном вампиризме? Потому что коллектив здесь всегда маленький. Продавец-покупатель, пассажир-контролер, муж-жена, теща-зять. Да. И вот такой маленький такой коллектив. Ну, я думаю, так иначе, это понятно, важно, как людям с этим бороться. Как людям бороться. Предохраняться. Вот. Значит, итак, как предохраняться? Да. Первое, что необходимо сделать, надо понять следующую вещь. Вампиризм, как я уже сказал, существует там, где нет любви. Из этого следует очень простое правило гигиеническое. Скажем, брак не имеет права на жизнь, если нет в нем любви. Это надо понимать. Если он заключен по экономическим или каким-то другим социальным соображениям, то и существуйте в рамках этих соображений. Не вступайте друг в другом в близкие отношения. Если вы не любите друг друга, а заключили некий договор, так и пусть этот брак будет де юре, то есть, так сказать, номинальным. И пусть он не будет фактическим. Григорий, что значит неспособность отношения? А сердце? Значит, я еще раз повторяю. Если брак заключен по экономическим или социальным основаниям, то он существует на бумаге. О каком сексе может идти речь? Ну, я тут с тобой не согласен. Вообще, давно уже считается, и в большинстве стран мира, иначе это уже как постулат, что браки, совершенные, скажем так, по неким соображениям, так называемые браки по расчету, они более крепкие. Потому что так называемая любовь, она со временем может кончиться. Многие путают любовь и влечение, и в соответствии с какой-то временем это кончается. Я соглашусь, я просто что хочу сказать, что в таких браках существует опасность вампиризма. Поэтому, если он заключен по расчету, не допускайте излишне близких отношений друг к другу. Чтобы не провоцировать друг друга на вот эти тяжелые, вынужденные, насильственные действия, которые мы называем вампиризмом. Значит, для того, чтобы ребенок не вырос вампиром, он не должен расти в атмосфере скандалов и дрязг. Вот есть страшная опасность, понимаете, семья, в которой нет любви, а есть гнетущая атмосфера раздражительности, постоянных конфликтов, постоянных взаимных претензий. Если это видит ребенок, он с очень большой долей вероятности вырастет энергетическим коллегой, так называемым, то есть вампиром. Думайте это и не допускайте этих отношений. Или наоборот донора, потому что он не везет на какую сторону, он видит, предположим, как папа, унижает маму, или наоборот, может принять это как некую программу для себя на будущую жизнь. Согласен. И будет уже подчиненным, или наоборот вампиром. Да, согласен. То есть у него уже отложится матрица неправильных отношений между донорами. Ну, всегда, дети все делают кальку с тем, что они видят во время воспитания. Они всегда, будучи в своей жизни, строят до того, как они сами воспитываются в каких условиях. Поэтому всегда бывает проблема у детей из детских домов. Им сложно принять какую-то кальку, у них ее нет, она раздана. Итак, правило первое. Давай сформулируем, да? Значит, вампиризм есть там, где нет любви. Это надо понять. Теперь смотрите, если вы оказались рядом в такой ситуации, если вы видите, что кто-то вас провоцирует на скандал, на конфликт, даже одноразовый, не говоря уже о каких-то хронических отношениях, ни в коем случае не поддавайтесь на это. Никогда. Значит, как только человек начинает вас раздражать, это очень опасный симптом. Как только он начинает вас раздражать, немедленно его пожалеете. Это чрезвычайно просто сделать, кстати. Это техника. То есть он вот вас раздражает, немедленно на секунду влезьте в его шкуру мысленно и поймите, как ему плохо. Он недоволен собой, мир для него источник агрессии. Он полон ненависти, он полон тоски, он одинок, он озлоблен. Представьте себе на секунду, вот даже сейчас, как должен чувствовать себя такой человек. И вам немедленно станет его жалко. Хотя бы на капельку. Этой капельки хватит, чтобы вы успели подавить вспышку ответного раздражения. Не допускайте этого. А как быть с историей того, что вообще невербализованный гнев приводит к соматическим всевозможным заболеваниям, в том числе и раковым? Это ты о другом сейчас говоришь совсем. В любом случае, человек начинается подавливать себе, вот ты говоришь, перестроиться на жалость, он же подавливает себе вот этот гнев. Нет, нет, он не подавляет. Я еще раз говорю, я уже не сказал, если вы испытываете раздражение, подавляйте в себе. Я же этого не сказал. Я сказал, если вы начинаете испытывать раздражение по отношению к тому, кто провоцирует вас на конфликт, немедленно его пожалейте. Перестройте свой эмоциональный фон в самом начале. Сделать это, сказал я, очень просто. Мысленно. Это не просто на самом деле. Человек должен так или иначе быть готов к какой-то аутогенной тренировке. Так мы сейчас что делаем? А многие, думаешь, могут позволить себе такое? Нет, многие не могут. Но, конечно, с тобой логика проста. У нас с тобой 10-15 минут или сколько идут записи, да? Сколько наболтаем. Совершенно верно. Мы должны просто говорить с тобой, что кто предупрежден, тот вооружен. Мы же сейчас не тренируем людей. Мы же вас не учим, как надо это делать. Мы говорим, что надо делать. Вот мы просто вас предупреждаем. Не смейте испытывать раздражение по отношению к тем, кто вас раздражает. Если это одноразовый акт, типа продавщица вы, или там пассажир в автобусе вы, или кто-то в метро вас толкнул, понимаете, вот очень часто такие люди в метро идут специально задевая людей. Понимаете, они ждут, что вы скажете, э, ты че вообще, да? Не надо этого делать. Смотрите, если он вас специально толкает, ему это надо. Он ждет вашей вспышки. Кушать хочет. Кушать хочет. Пожалейте его. Поймите, как ему ужасно, как ему плохо. Действуйте так, как действует шофер на дороге по правилу ДДД. Дай дорогу дураку. Отойдите в сторону. Я думаю, не всегда ему плохо. Другое дело, что нужно просто в любом случае не идти на провокацию. Ни в каком случае вообще никогда нельзя идти на провокацию. Ну, понятно. Потому что я говорю, как старый провокатор. Вот, и поэтому просто на провокацию идти никогда нельзя. Вот так, значит, вот короткое резюме, да? Да. Ни в коем случае не поддаваться на провокации, стараться вокруг себя организовывать атмосферу любви и жить в ней. И понимать, что жизнь вне любви в тесном коллективе, семья там, неважно, да? Долгая жизнь вне любви патогенна. Это источник вампиризма. Теперь вот мы с тобой сказали, уходите, разъезжайтесь, разменивайтесь, разводитесь. А если это невозможно? Потому что рядом ведь, да? Ну, не могут люди по каким-то причинам. То есть, как стоит вопрос. Если не удалось профилактировать акт вампиризма, можно ли вампира лечить? Можно. Теперь, значит, смотрите, самое главное в лечении. Надо понимать, вампир не должен знать, что его лечат. Я тебе объясню. Среди вампиров очень мало людей, которые отдают себе отчет в том, что они вампиры. Ну, это да. Абсолютно, и большинство не понимает, что они делают. Они же не злодеи. Я веселый, думаю. Конечно. Они же не злодеи. Это же не сознательно делается. Может быть, есть там 1% таких, знаете, сознательных, хладнокровных хищников, которые говорят, да, я вампир. Это психопатия тоже. Ну, конечно, это даже не просто психопаты. Это, ты знаешь, это даже не психопаты. Потому что психопат не отдает себе отчетов своих действий. Нет, многие психопаты отдают себе отчетов своих действий, они прекрасно понимают и даже этим пользуются. Может быть. Но все-таки чаще, как мне кажется, встречаются люди неосознанные, которые будут себе так неосознанно, нехладнокровные, нерасчетные. Не демерстированные пассеропаты. Окей. В любом случае, мне кажется, что вампир не должен подозревать, что его лечат. Как алкоголик. Да, как алкоголик. Значит, что для этого нужно сделать? Вообще, лечение вампиризма вещь крайне тяжелая. Нужно постараться первое, вовлечь вампира в активную деятельную жизнь. Ни в коем случае не нужно его сепарировать, то есть отделять его, выделять в какой-то закуток. Наоборот, надо сделать так, чтобы он получил возможность как можно больше и чаще бывать на людях. Плавательный бассейн, кино, театры, какие-то мероприятия. Выталкивайте его вместе с вами, выталкивайте его в какие-то большие коллективы. Ходите с ним, участвуйте вместе с ним в жизни. Я думаю, не надо объяснять, для чего это делается. Второе. Значит, правильное питание. Постарайтесь сделать так, чтобы человек, который, по вашему мнению, страдает вампиризмом, правильно питался. То есть делайте упор в питании на молочно-растительную пищу, по возможности витаминизируйте пищу, которую он ест. И, конечно, не давайте ему, если можно так сказать, пить и курить. Алкоголь и курива в данном случае вещи, чрезвычайно активизирующие акты вампиризма. Не говоря уже о наркотиках. Далее. Существуют аппаратные методы лечения вампиризма. Физиотерапия. Относится к наиболее эффективным, на мой взгляд, аппаратам. Относятся аппараты так называемой лазерной терапии. Только не хирургической, естественно. А аппараты, в которых вмонтированы лазеры, которые генерируют низкое энергетическое излучение. Так называемая терапевтическая лазерная аппаратура. Очень хорошо аппарат Альфария, о котором я говорил уже, и о котором мы с тобой куда-нибудь скажем подробнее. Когда-нибудь, да. Когда-нибудь не лень будет. Да. Очень хорошо всевозможные массажные процедуры. Очень хорошо бальнеотерапия, то есть терапия курортом. Очень хорошо, как я уже сказал, плавание. Очень хороши соляные пещеры. То есть вампир должен думать, что вы лечите ему, скажем, органы дыхания. То есть вы говорите, мама, например, у тебя болят суставы. Давай вот туда пойдем, давай это сделаем. Или вот, мама, давай с твоим бронхитом как-то погонимся вот так вот. То есть вампир должен полагать и быть уверенным в том, что вы лечите его тело, а не его душу. Это, на мой взгляд, очень важно. Но я абсолютно убежден все-таки в том, что главная терапия вампиризма – это терапия любовью. Это крайне тяжело, понимаете? Любить того, кто вас сосет, кто пьет ваши силы, кто пьет вашу кровь и энергию. Возможно, это подвиг сердца, но на самом деле такие вещи и придают, на мой взгляд, смысл жизни. Ну, а вообще, в принципе, вот от себя могу добавить, что возьмите библиотеки, купите или скачайте в интернете Дао Дзен Цзи. Дао Дзен Цзи, я не выговорю, но вы подняли, да? Дао Дзен Цзи и Дао Хон Хэ. Он сбивает, да, вот Дзен Цзи. И прочитайте, собственно говоря, как надо относиться к таким ситуациям, и как себя вести. Там очень хорошие советы есть. Да, и самое главное, это мы забыли, самое главное, возьмите обязательно утром, в воскресенье, чайничек зеленого чая. Покажи, люди. Можно вот такой, можно больше. Или вот такую чашку хорошего ирландского кофе. Понимаете, почему я говорю ирландский? Это не потому, что кофе в Ирландии растет. Понимаете, да? Чашечку хорошего. С другом, которого вы любите, скажите компай. Да, да, да. Или прозит. Да, компай. Прозит. А если он даже и не просит, все равно ему дайте. Даже мы выпьем. И скажем самое главное. Друзья мои, не кровососите, да не кровососим и будете. Амин. 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 Продолжение следует...